Музыка Здравствуйте, уважаемые студенты. Я Мусея Венера Сержанна, магистр, старший преподаватель. Здравствуйте, уважаемые студенты и технологии для глины. Сегодня мы прорачиваем следующую тему, который испьется парной темой. «6-я версия. Ассортимент и способ приготовления и потачи без алкоголевых предков». План версии молочные и кисломолочные напитки и второе подготовление и потачи в барах. Промышленность запускает самые разнообразные молочные и кисломолочные продукты. К садко-молочным продуктам относятся сгущенное и топливное молоко, слепкий варенье, хаймак, с кисломолочным продуктами, просто каша, творог, гуслянка, кефир, яша, кахаток, куся, айран и йогурт. Естественно, следующие кисломолочные напитки, которые готовят народы, в Мацоне, Гузии, Чатак, Штургмении, Арахтам, Абхазии, кефир, многие народы, как Каза, Мацун, Армении, Катхе, Азербайджане, Чао, Армении, Курангап, Северная Союзная Азия, Казахстане, йогурт во всех странах мира. Молочный сахар подвесим рожей, превращается в спирт. Поэтому напитки из молока тянутся на две группы, содержащие спирт и не содержащие его. Напитки первой группы, просто кашина, ряженка и так далее. Получает заквашивание молока при помощи культурмолочных и бактерий. А второй кефекум использованием заквасных дрожжей. В простоквашина существует много видов кисломолочных продуктов, которые объединяются обычно одним названием простокваша. Когда-то простоквашу готовили кустарно с квашением обычной молочной закваской из предыдущих партий напитков. Это и дало название этой кустарно напитков. Теперь их готовят на заказках из чистой культуры. В зависимости от исходного сырья, простокваша может быть жирной и обезжирной. Только некоторые молочные и вкусные напитки содержат повышенное содержание жира. Ряженка обыкновенная при заквашивании готовится путем закваски цельного молока и обезжиренного молока. Закваска состоит из культуры молочного. Кислого стриптоковка иногда с добавлением болгарской паучки. Варень для приготовления этого украинского напитка глянные коррошки или другую посуду надо налить. Цельное молоко поставить в духовку и промыть до образования ремянной пленки. Затем молоко охладить до температуры 35-40 градусов в свете. Осторожно поднять пленку, добавить сметану, перемешать и оставить в теплом месте для заквашивания. Готовить варень охладить. Ацидофилин. Кисломолочный продукт, который можно приготовить из пастинтеризованного молока на заквасках. Из ацидофильной палочки с добавлением молочнокислого стриптокопа и кефирных грибков. Ацидофильное молоко готовить на заквасках из одних ацидофильных молочных 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 дрожжей. Йогурт по наружному способу. Йогурт готовить из козьего или овечевого молока, содержащего много белка. Молоко кипятит или тумят, затем охлаждает и еще теплое молоко вводит в закваску из молочнокислого термофильного стриптокопа и болгарской палочки. После заквашивания получается напиток с вязкой консистенцией, с большим количеством молокислого газа в других европейских странах. Йогурт готовит из коровья молока. Этот напиток не только хорошо удаляет жазу, но и обладает лечебными и диетическими свойствами. Быстро восстанавливает тело, повышает общий тонус органов, улучшает кишеварение. И в настоящее время йогурт вырабатывает крупные фирмы для плитного многохранения и транспортировки йогурта по стерео-жузею, после чего он может храниться в божьи месяца. Завод за большинство фирм, вырабатывающий йогурт, расположен в высокоборных и филологических чистых районах. В настоящее время существует много родной видимости йогурта, фруктового, ягодными, соковыми, фруктами, витаминами, агрессорами и повышением содержания жира. Откидное молоко, кровь и молоко застанавливается и переливается в плотный мешок, который надо завязать и подсвистить. Для стекла в сывороте, образующая густую кровь, в носу можно показать, как сметану добавляет в нее молоко и свежий ягод. Слово-алкогольные напитки готовят на заказах, вызывающих молочные кислые и спиртные брожения. Они содержат молочную высоту, диаметр углевого рода и этиловый спирт. Кисломолочные напитки готовят на травму вели на завтрак, ужин или подник. Кроме того, основы готовят различные напитки. В древнегреческих вазах можно видеть изображения кочевников, дольщих лошадей. Микреческие метрографы писали, что в севере от Черного Мала обитают скидки. Любым напитком, которых являются кумы. Для кочевников лошадь была средствами предвешения и основным источником пищи на снимок. Но давно можно исчезнуть с лицами. Длинные и тисточки народа, как у нас, по-людению лошадей, напитком в Казахстане народу, по-возже. В Витре, Кабунина, молоко содержится до 20 граммов жира. Столько жира, белков около 70 граммов можно. Кальция, фосфора, большое количество. Витамины А, В, В2, В, 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 С. Также фрагменты, кофот, медь, марганки и другие. В удивительных свойствах кумысы мы здесь многое. Очень давно, уже в начале 19 века, кумыс привлек внимание врачей. А в 2008 году, в лесно-русский врач Ростанов написал кумысу, что он питает, употребляет, обновляет. Толгое время кумыс было основанным и именно для них средства начинания туберкулеза легких. Кумыс получает с помощью закладки эфирных зерн, в поток свежести, клетки дрожжей, вызывающих молок и спиртное поражение. И молочных песок бактерий, образующих молочную кислоту. Его можно готовить из крови молока. Он будет плакать нефаком, но меньше нацелебными свойствами при уходе молока. Крови молока можно иметь, либо мусную закладку эфирную, либо остаток готового кумыса. В процежении кобули молоко необходимо положить в кумысную закладку, или век старый кумыс. Весь состав хорошо перемешать, и в течении примерно 3-4 часа. Минута квашенное молоко в закрытой посуде оставить в теклом помещении на 3-4 часа. Затем перемешать в течение 3-4 часа. Оставить в текле еще на 2-3 часа. Так повторять 3-4 раза, готовить мусору потопил к кубу рыбьи, и оставить в холоде, в зревании на 1-3 дня. Мусор готовить 1-дневный смаву, содержащий 1-3 часа с кислотностью 0,6-0,5 граммов, 100 см в кубах, 2-дневный смаву, средняя крепостью 1-7,5 граммов, 1-3-дневный смаву, и крепостью 20,5 граммов. Кефир одна из самых популярных самочных продуктов, когда с помощью комбинированной закраски кефирных ферм, содержащих с рожей молочью, кисных фабриаротных кефир, как разочарая кефир 2-дневный, 2-дневный, 3-дневный, сметание кефир 2-дневного, сметания кефир 2-дневного. Простой на 2-дневный смаху, 3-дневный, 3-дневный, 3-дневный и 3-дневного. Используя молоко и настои из семян мака, кедровых орехов, молоко из кедровых орехов, Можно приготовить 600 граммов кедровых орехов, 600 миллилитров воды, 1 стакан сахара, орехи и пакетики, обжарить после начала схода кожицы с орехов. Можно сразу вынуть их из печи, перемешать, перетереть руками для лучшего обжигания кожицы. Затем мелкая и чистая луч, орехи в деревянной ступке, постоянно подливая чуть теплую воду, дать устоять и отжать молоко. Затем добавить оставшиеся в воду и отжать молоко коричное, соединить оба молочка, добавить сахар и размешать. При использовании орехового молока, заправки, блюдо, сахар добавлять не надо так, что можно приготовить ореховые сырки, используя большее количество орехов, кокосового молока. Из полости плодов кокосового ореха, весь который достигает 1,5-2 килограммов через 5-6 месяцев после цепания, накапливается около 0,5 литров кислородов. Затем добавить кокосового молока, он содержит около 10 метров жира, 6% растеримых, растеримых углеводов и 4% жир кокосового молока содержится в виде тонкой эмоции, поэтому хорошо сваримых маковых молоков. Для его приготовления поселить мак через удаление крупных примесей, затем промыть мак теплой водой, засыпать мышью емкость, ушарить мак теплой водой, после этого остолочь мак в деревянной ступке или промыть прах, измельченный мак, положить в глину или эмалированную посуду, залить горячей водой, отстоять и отжать через ткань. Обраверсующее молоко, остаток можно вторично добавить вдоль, отжать и соединить водой. Миндальная молоко, остатки миндаль, потеснула в соли, 600 мм, кипика и перемешать до обделения кула, кожицы. Затем воду слить, миндаль помыть и легко, легко расстолочить в ступке. После этого посты теплой водой, доливая чуть секшей водой, перемешать, дать постоять 5-10 минут, и через ткань отжать полученное молоко, растворяя в нём 1 литр 1 стакан сахара. Молочная бара с пиццами и изюляцией, мы предлагаем коктейли, письмо, которые выставляют в молоко. Котовый сеток и сеток. Кстати, мы подарили мороженое. В среде высокого миндального кулатора, мы уже могли бы быть коптейли, в коктейли и в среднем горячем веке. На закупках, в коктейли, творожной массой, саной, обычного речи, непорожимый, в коктейли, в среднем горячем веке. Молочная бара подняшается до генераторами, низко-тибературными, до лаком, миссия, миссия и миссия веке. В коктейли, бара подняшаем коктейли, сетки. курица. Супки. Дямку пополнили. Носки и пленки. Кофе. Экспресс. Экспресс. Светок. Экспресс. Доплив. Экспресс. Капучино. Чай. 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 Спасибо за внимание. До свидания. Ура! Ура!